Друзья, всем привет, с вами Кира Штафун, сегодня месяц мая 2014 года, начало мая, и получается на сыроедении я вот уже 8 месяц, на самом деле время летит совершенно незаметно и как-то просто пронеслось, я уже оказалась 8 месяцев на сыроедении, и в последнее время это не сыроедение, это фруторианство, сейчас я живу в Таиланде на острове Самуи, и конечно же здесь позволяет страна кушать сочные спелые фрукты, скажем так, плоды от солнца, питаться той солнечной энергии, которая заложена в плоды, фрукты и овощи. Что изменилось? Хочу сказать, что последний отчет я, наверное, делала, когда мне была на втором, на третьем месяце сыроедения, и сейчас моя жизнь также продолжает меняться. За это время я сделала чистку организма, делала чистку желудка и кишечника, голодала 3 дня на сухую, а также перед голоданием, перед чисткой я сидела на такой арбузной диете, тоже чистилась 12 дней только на арбузах, и за эти 12 дней арбузы мне даже не надоели, наоборот, я стала их даже больше любить, вот такая вот ситуация подсходила. По поводу веса, хочу сказать, что вес мой потихонечку, вот на шестом месяце сыроедения начал набираться, и оказывается, что на сыроедении, даже на футорианстве, потому что я уже была на футорианстве, тоже можно остолстеть, и очень легко, если не заниматься спортом, соответственно. То есть, если вы большую часть времени сидите там, работаете за компьютером в офисе, то вполне вероятно, что начнут откладываться ваши бананчики и другие сладкие фрукты, ну и также овощи. То есть, у вас должен быть баланс между физическими нагрузками, занятиями, спортом и сыроедением. Как только я начала вновь в том же режиме, в том же объеме заниматься спортом, у меня все восстановилось, то есть, лишние килограммы начали отступать потихонечку. Сейчас я вот взвешивалась вчера только вешаю 48 килограммов, это уже практически норма того, что я вешала до того, как перешла на сыроедение, я вешала 50 килограмм. Вот. И есть такой еще момент, у меня был такой момент, что после голодания, после выхода из голодания, был период, когда очень сильно хотелось есть. То есть, наверное, месяца, может быть, полтора, честно говоря, мы занимались обжорством, потому что вот какая-то неумеренная тяга к еде была. Да, после голодания, конечно же, организм восстанавливался, и хотелось, хотелось кушать, и не было опять, вот, как сказать, возможности справиться с той легкостью и с пустотой в желудке, с которой я раньше справлялась даже на сыроедении. Вот. Но вот через месяц, через полтора это все пришло опять в норму, и сейчас мы кушаем умеренно. Я прочитала очень нужную литературу про то, что важно быть не обжорой. Неважно, что ты даже, может быть, кушаешь, может быть, даже можешь кушать немножко, там, вареного того-то, но если ты ешь это в умеренных количествах, это намного лучше, чем ты объедаешься фруктами. И я рекомендую также вам прочитать те книги, которые я прочитала, и которые стали для меня, ну, не то что открытием, открытием того, что уже давно, уже в прошлом веке об этом говорили, и об этом писали, и я не понимаю, почему наша медицина до сих пор к этому еще не пришла, ну, точнее, понимаю, почему она к этому еще не пришла, потому что всем нужно зарабатывать деньги. Но, тем не менее, то, что какие открытия делали ученые и писатели, вот, и натуропаты, и люди, которые интересуются этой темой в прошлом веке, они меня просто поразили. Я очень рекомендую прочитать вам книгу Арнольда Эрета «Живое питание», а также книга Арнольда Эрета «Лечение голоданием». Это две небольшие книжки, но эти две небольшие книжки, поверьте мне, изменят ваше представление о еде. И мне очень понравилась мысль, которая вот в книге Арнольда Эрета «Лечение голоданием» промелькнула о том, что люди, которые вот действительно из бедных стран или из бедных семей, у которых нет возможности много кушать, они, как правило, живут дольше. И это все взаимосвязанные вещи, эти люди не обедаются, как обедаются люди из богатых семей, поэтому они живут дольше. Почитайте, я думаю, что вам будет очень интересно, если вы еще не читали книгу Вадима Зеландова «Злом техногенной системы», также рекомендую вам ее к прочтению. Ну, а свои отчеты я буду также выкладывать, мне за горами вот уже год сыроедения. следите за новостями, до новых встреч, пока-пока!